Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами Фатя, которая не отступает от моего канала. Она сегодня осталась у меня. Я переехала. Да. Мы сегодня спали вместе, так мило было. Я открывала глаза и смотрела Фатя. А Фатя такая, еда, 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 еда. И, оказывается, не снялась еда. Я такая ночью, в час ночи говорю, ты спишь? Она такая, нет. Я говорю, я тоже не сплю. Может, пожрем? Она сказала, нет, я уже почистила зубы. Я говорю, ну ладно. Давай приступаем. У нас здесь пельмешечки. У нас такой напиток, ребят, когда я вижу этот напиток, я вспоминаю. Вспоминаю. На пляж, Майами. Здесь у нас мята, лимончик и вода. У меня низкое давление, мне нельзя много лимона, но я обожаю. Моя бы воля, я прям обед, завтрак, ужин. Завтрак, обед, ужин, запивала бы все лимоном. Я тоже люблю. Сначала мы подумали взять две отдельные тарелки. Я смотрю сериал «Ливердейл», ребята. Там одна девушка беременна. Наверное, у меня в голове постоянно этот сериал. И сегодня мне приснилось, как будто я это она и я беременна. А я вчера видела такой ужасный сон. Прям вообще даже не хочется рассказывать. Как будто я умерла. Нет. А что? Ты умерла, это не ужасный сон. На нее посмотрите, какая. Вообще умирать во сне – это очень хороший знак, между прочим. Да-да-да. Это значит в настоящей жизни все у тебя будет чики-пики. Ты будешь долго жить, это значит. Да. Я когда была маленькая, я увидела, что мой любимый дедушка умер. Во сне увидела. Потом он после этого очень долго жил. А я один раз в детстве увидела во сне свою дурную сестру, как она выходит замуж. А ей уже было много лет, и все мечтали, чтобы она вышла замуж. Все начали мне говорить, этот ребенок, он несновидящий, она скоро выйдет замуж. И вышла? У-у-у. Жалко. В тот момент все меня боготворили. Она увидела такой сон, прикольный. Что вы, интересно, любите больше? Что ты любишь больше, грузинские хинькали или пельмени? Кстати, видео с грузинскими хинькалями на моем канале, ссылка внизу под видео. Очень похожее блюдо. Я бы не сказала. Мне кажется, пельмени, хоть и вроде теста и мяса, вроде одно и то же, но на вкус вообще разное. Это одно семейство блюд. Вот, например, манты вообще по-другому. Манты с картошечкой? Угу. Как я хочу. Я очень люблю манты с картошечкой. Я тебе могу завернуть. Все завернуть. Спасибо. Уже поздно. Я сделала заказ. Пельмешечки особенно вкусные маминого приготовления. Кстати, внизу оставлю ссылочку на рецепт. Проходите, смотрите. Давайте поотвечаем на ваши вопросы. Ребята, не обижайтесь, когда мы отвечаем на мало вопросов, потому что ответить на все просто невозможно. Вы представьте, что тысячи вопросов. И однотипных, на которые мы отвечали уже сто раз. Как Алька похудела? Я тоже хочу похудеть на 10 килограммов, но не получается. Расскажи свой секрет похудения. Снимай три мукбанка в день. Обязательно с майонезом. Сырный соус. А когда ешь, делай... Вот тогда все калории прям улетают. На самом деле, Алька много ходила по вечерам, насколько мне известно. Из-за этого она похудела. Я права. Да, я ходила. Но, к сожалению, сейчас такой возможности нету, потому что... Карантин, ограничения и все дела. Ваши соседи тоже любят побегать? Наши соседи... У них маленькие дети, которые постоянно бегают. У нас был такой прикол с соседями. Наши соседи, они прыгали с дивана на пол, со стола на пол. В общем, прыгали целый день. У нас люстра шаталась уже, и моя мама была вынуждена пойти, попросить их не шуметь. Моя мама постоянно ходила к ним, ну, два-три раза, и никакого толка не было. Потом соседка, знаете, что сказала? Вы знаете, вы мне уже надоели. Представляете? Мы... Хотя она вообще там снимала квартиру. Слава богу, снимала. У нас дела похуже. Это их собственность. Я просто мечтаю, чтобы ее дети выросли. И перестали вот так вот прыгать, потому что очень жутко действуют на нервы. Они берут, просто встают на диван, и бух, прыгнул. И у меня такое ощущение, сейчас люстра мне на голову упадет. У нас эта квартира, ее постоянно кто-то снимает. Постоянно они шумят. У них там есть одна крестовая качалка. Она издает такой звук. И постоянно все, кто снимает эту квартиру, там катаются. И еще у меня сосед снизу не живет. Он начнет скоро ремонт. О, как весело будет. Он уже есть, он купил эту квартиру? Он купил, но просто не делает ремонт. Причем уже 4 года не делает ремонт. Просто купил и не продает ее. Мне бы так. Просто у меня была бы такая квартира какая-то. Но пусть будет. Когда мы покупали, кстати, эту квартиру, есть люди, которые вкладывают деньги... В недвижимость. В недвижимость, когда это здание только строится. Тогда оно стоит дешевле. А когда оно уже достроилось, они продают дороже. И тем самым зарабатывают на этом деньги. Давай мы тоже замутим такое. А для этого нужно иметь бабки, которых у нас нет. Мы открываем бизнес. Мы купим себе шмотки, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы будем делать деньги. Или как? Да, у нас еще был сосед один. Он когда курил, он пепел стрягивал вниз, и оно попадало на наше белье. Ничего, мой сосед сверху постоянно грызет семки, мне на балкон, но ничего. Я бы его... Вообще мне не нравятся старые здания. Там, например, люди очень тесно общаются друг с другом, сидят, сплетничают. Я люблю минимум общения с соседями. Да. Может быть, вы меня не поймете, все дела, но... Смотри, какие соседи. У нас в деревне, например, такие соседи приходят. Отдай, пожалуйста, лопату свою. Отдал лопату. Прошло две недели. Отдай, пожалуйста, мою лопату. Обратно приходишь. И он такой, какая лопата? Ты меня никогда не отдавал. Ты открываешь WhatsApp, переписку. И он такой, ааа, лопата. Хорошо, что есть WhatsApp. Сейчас принесу. Класс. То есть, когда ты отдаешь что-то, ты должен подписать, чтобы он подписал какой-то документ. Спасибо WhatsApp. 21 веку за нанотехнологии. У нас сосед в деревне, вот буквально недавно было. Он взял у нас болгарку. Я не знаю, что это папа сказал. Болгарка. Я не знаю, куда. Ух ты. В общем, какой-то инструмент, видимо. И получается, что папа у него инструмент, оказывается, не дешевый. И папа захотел обратно. И он такой сказал, в смысле, я тебе давно отдал ее. И папа такой вспоминает, дома нету. Я отдал лишь ему. Наверное, отдал. Потом они вместе сидели в пивнушке, выпивали. И тут наш сосед признался, что твоя болгарка-то у меня. Клянусь. Клянусь. Папа такой, а так ты же сказал, что у тебя нету. Нету, говорит, у меня там в комнате около сарая. Классно у вас соседи. Да. Я вам рассказывала. У меня были соседи. У них был велосипед очень клевый. Там спереди было место. И сзади можно было сидеть и катать ребеночка. У меня была большая для этого. У меня было где-то лет пять. Ну, так совсем. Семнадцать. Лет семнадцать назад. Плюс-минус. Короче. Такая это была. Ну, в общем, я любила кататься на этом велосипеде. А у них отец был очень строгий. И он не пускал им кататься. Я думала, они сами жмотят мне велосипед, поэтому не пускают. А оказалось, один раз я пришла к ним и стала кататься на велосипеде. И их папа такими грозными шагами стал идти к нам. А у меня был такой. У меня была подруга. Я пошла к ней в гости. И они позвали нас за стол. Я не помню, я рассказывала эту историю или нет. И, в общем, был такой суп там на столе. Три порции супа. И две порции сосиски с гречкой. У меня подруга взяла вот эту сосиску с гречкой и начала есть. А мне получили этот суп. Я в то время была ребенком. Я такая говорю, я тоже хочу, говорю, сосиску с гречкой. И я отодвинула этот суп, взяла эту тарелку, где была гречка. Пришла ее мама и сказала, это папина порция. Мне так обидно стало. Не знаю, прям вот до слез обидно стало. И после этого я никогда к ней не шла в гости. И вот прошло... Приходи ко мне, я тебе дам все. ...лет 10, и я никак не могу забыть этот момент. Вот этот стол, это выражение. А тебя не заменили на другую порцию? Я не поняла, почему именно я должна была это есть. Почему как-то неэтично, мне кажется, гостю говорить, это папина порция. Да, какая разница. Раз уж зовете гостей, мне кажется, надо нормально кормить одинаково всех. А если не можете, то лучше не звать гостей. Какой-то странный такой суп был. Внутри были такие маленькие кружочки. Нет, нормальный суп был. Просто, естественно, ребенок, чем суп, выберет сосиски, да? А сколько тебе было лет? В классе в четвертом, где-то, наверное, плюс-минус, точно не помню. Вы тогда еще жили в России, да? Это была русская семья. Саша звали девочку. Саша, если ты меня смотришь, ты мне можешь объяснить, написать в Инстаграме, почему меня тогда отобрали? Саша, к тебе претензий нет. Поэтому как-то так. Да. Этот напиток мне реально напоминает мохито. Если еще вместо водички сделать... Спрайт? Спрайт, да, получится безалкогольные мохито. Я так делала раньше. Вообще, когда я была в Турции, в Анталии, как-то нас там научили, они прямо у нас на глазах делали спрайт или севенап добавляли. По-моему, какой-то еще сироп добавляли. Лимончик и мяту. И там они клали ингредиенты. Можно было самим на свой вкус приготовить себе мохито и регулировать пропорцию ингредиентов. Я вообще люблю такие вещи. Готовить какие-то коктейли. В общем, те вещи, которые легко готовить. Которые точно получатся. Я тоже люблю салатик какой-то. Я знаю, что точно он получится. Просто нарезать, перемешать и все. Вообще-то я не хочу ховастаться, но то, что я готовлю, я просто строго следую рецепту. И у меня обычно получается. Ты моя умничка. Я видела твой цезарь. Он был невероятно вкусный. Я все говорю. Мы лежим с Фатей сегодня вечером. Вчера вечером я ей показываю ASMR-видео, где девочка съедает очень много сладкого. Прямо как свинья. И Фатя такая мне говорит, Айка, это не контент. Это просто цирк. Это просто свинья. И я так начала смеяться. Я весь вечер над этим угорала, над ее словами. Я не сказала свинья. Ну как свинья? Да просто как клоун сидишь и кушаешь, ни о чем не болтаешь. Да, мне кажется, я бы тоже не смогла, наверное, ASMR снимать. Я не ожидала, честно. Хотя я хотела канал ASMR, но сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки это не наше. Потому что я не могу молчать и снимать видео. Ты снимаешь целое видео, ты ешь, а люди смотрят только первые две минуты. Пельмашки просто очень вкусные, ребята. Да. Напиток вообще кайф. Этот напиток разжигает аппетит. Ты чуть-чуть его попьешь, посидишь. Потом опять хочется кушать еще больше. Хотя тебе до этого кажется, что... Ты наелась. ...же достаточно, но окажется, что нет. Вообще лимончик с водой способствует пищеварению. Если хотите похудеть после еды, пейте такой коктейльчик. Можно чуть побольше выжать с лимоном. Тогда обмен веществ лучше бывает. В общем, на этом все. Спасибо, Фатя, что была у меня в гостях. Сейчас Фатя уже уходит. Прогоняешь меня. Да. А завтра я приду к тебе. Да, ты хотим. Мы будем снимать с тобой тиктоки. Каждый раз, когда Фатя приходит ко мне, мы планируем, что мы будем снимать тиктоки. Мы будем снимать скетчи. Мы будем снимать макияж. А получается, что просто посидели, пожрали и ушли. Да. То, что мы любим. Всем желаю приятного аппетита, если вы до сих пор кушаете. Всех люблю, целую.